добрый день ребята помните как-то я выкладывал видео интервью со вторым механиком мы с ним случайным образом встретились в египте и как бы так подружились общались много раз он конечно очень долго сидел дома сейчас попал в ту же компанию где я надеюсь будущем его переведут на танкера и вот сейчас он улетел на контракт и прислал мне видео как он попал на но на новый пароход как бы не совсем новый и не очень такой веселый прислал мне обзор каюты поэтому я конечно вас тоже прошу если у вас что то есть какой-то интересный материал только с комментариями не просто так молчать прислайте мне я смонтирую что-нибудь и выложу себя на канале будет больше материала будет интереснее всем смотреть потому что разных точек зрения намного больше чем у меня и ситуаций тоже ну теперь всем спасибо приятного просмотра всем привет я второй механик встретился в египте в отеле сан сатори коралл си сан сатори с геннадием ведущим этого канала узнала его моя жена и не придут сейчас краткий обзор вообще попробую рассказать что такое филиппинский стиль так сказать жизни вот каюта ну как бы отсюда но вряд ли видно ну вот мне он дал кучу целую связку ключей хотя сам сказал что пользуется только одним ну и как бы второй типа ключ от то есть двумя тут как бы целая куча ключей тоже ну тут всякий хлам потом туда буду заглядывать еще не смотрел так чисто открыл телевизора нет компьютера нет ну то что компьютера нет это как бы даже может быть и хорошо но то что телевизора нет это плохо вот то что он оставил после себя непонятно послал бы что то что то вообще коробки всякие мусор всякий капец и так везде я зашел просто непонятно блин честно ну тут вообще что то заплесневело везде куча всякого непонятного это так филиппинцы там на работе о боже мой то же самое он если что то не знает он так это и оставляет не разбирается с этим и ну короче я туда не смотрел но тут как бы должно быть типа хавчик или что о боже мой так тут холодильник о ну ка посмотрим что это уже откроет о о что есть это уже я даже не знаю я ничего не вижу а это все мыть что ли тоже пол блин ну как бы нет смысла у кого бы выходить темно очень сильно очень темно ну кровать как бы как всегда что это все сломано короче жестяк только зачищать каюту что это от сварочного аппарата держатель от сварочного аппарата это это вот так вот оставляют каюту не видно что он типа мулы что это это шесть а ой-яй-яй-яй-яй-яй носки свои вставил ну толчуха что-то сломано хоть ванна просторная бевля это радует это шак клизма что ли ай-яй-яй-яй-яй-яй уandi Прикольно На работе, короче, то же самое Что он не знает, он не трогает Ну, это любой филиппинец, у него такое мышление Он оставляет это на месте И Ну, и просто ждет, когда контракт закончится И все Вот Ну, к сожалению, не видно Насколько здесь грязно, но Я даже не знаю О, боже Это жесть Вот нас разгружают В Индии Мушка какая-то Ладно, короче, надо разобираться Тут большой мешок для мусора И Погнал Ну, тоже, тут два календаря, что ли, висит Потому что нельзя этот было выкинуть Пипец, блин Так везде Вон, подерто все Ну, это филиппинский экипаж Там на работе то же самое Везде грязно Везде Что-то работает, что-то не работает Но они, как бы, не парятся Они работают, да и не работают Ну, компанию написали И все А дальше Есть проблемы Ладно, буду я что-то тут Сейчас Я даже не знаю Вещи, куда мне доставать Их некуда доставать Все занято Мусором Еще пару моментов По каюте Решил показать Тут, конечно Ну, то, что свет не работает То фигня Понял, откуда у меня Куча мошек Из этого ведра Переполнено Еще у меня нет Полотенца И, как бы, чистого Ну, вот он израсходовал Это полотенце На кровати Грязно Это фигня Тут самая большая проблема Заключается в том, что Здесь забита Дренажная система Все соединено Раковина И душ И Ну, я когда увидел эту штуку Думаю, ну, блин Может, там Надо, что-то Но она Настолько старая Что она просто вся Дырявая Потом Я уже когда Понял, что проблема Увидел вот это Черпало И понял, что Единственный выход Это Уникар Так что Пришлось после душа Еще минут 10 Тут Выбирать воду Когда это все делать Я вообще не знаю Если тут, блин На работе Надо разобраться Совсем Жилищные условия Забито Это уже Ну, не один месяц Скорее всего Потому что Если черпачок Он уже такой убит Этот черпачок Что Ой-ой-ой-ой-ой Холодильник Короче, это такой трешак Именно каюта А что на работе А что на работе Я вообще не знаю Страшно представлять Вот значит Это прачечная Тут все черное И воняется Страшно Но зато есть холодильная доска Что может не радовать Точнее не может не радовать Тут такая маленькая Все вообще такое маленькое Но стройка маленькая Блин Но грязное Все очень грязное Что просто жесть Что в машине Что здесь Вот офицерская В лондри Тут вообще жесть Капец Ну, зато Хоть вещей поменьше Везде Уже ржавчина и оторвало Вообще пипец Редактор субтитров А.Семкин